И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали и сказали «А почил дух Ильина и Елисея, и пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли, и сказали ему «Вот есть у нас рабов твоих, человек пятьдесят, люди сильные, пусть бы они пошли и поискали господина твоего, может быть, унес его дух господень и поверг его на одной из гор или на одной из долин?» Он же сказал «Не посылайте». Но они приступали к нему долго, так что наскучили ему, и он сказал «Пошлите». «И послали пятьдесят человек, и искали три дня, и не нашли его, и возвратились к нему, между тем, как он оставался в Иерихоне, и сказал им «Не говорил ли я вам, не ходите?» И сказали жители того города Елисею «Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна» И сказал он «Дайте мне новую чашу, и положите туда соли» И дали ему И вышел он к истоку воды, и бросил туда соли, и сказал «Так, — говорит Господь, — я сделал воду сию здоровою, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия» И вода стала здоровою до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал «И пошел он оттуда, в Вифиль» Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним, и говорили ему «Иди, Плешивый, иди, Плешивый» Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них сорок два ребенка Отсюда пошел он, на гору кормил, а оттуда возвратился в Самарию Размышления, часть первая, напрасные усилия Четвертая книга царств, вторая глава, с 15 по 18 стих Сколько времени мы теряем, пытаясь бороться своими силами и забывая доверять Богу Сыны пророков не верят, что Бог забрал Илью Они настаивают на том, чтобы пойти поискать Илью Игнорируя слова Елисея, который говорит им, что это не нужно И вот 50 человек проделывают совершенно бесполезный путь И вместо того, чтобы служить Богу, тратят время и силы на пустое Когда мы преследуем цели, противоречащие Божьей воле Мы точно так же напрасно растрачиваем себя Все наши усилия, даже самые успешные, можно считать потерей Если они не направлены на исполнение Божьей воли Давайте же вместо того, чтобы упрямо делать свое Посвятим свои силы и время той работе, которую нам назначил Бог Применение На что вы тратите большую часть своего времени и сил Как вы можете перераспределить их, чтобы лучше служить Господу Размышления, часть 2 Забота и уважение 4 книга царств, 2 глава, с 19 по 25 стих Став преемником Ильи, Елисей благословляет жителей Ерехона Делая их источник воды безопасным При помощи небольшой чаши соли он очищает его Чтобы люди больше не болели и земля стала плодородной Через это Бог еще раз являет заботу о своих детях Затем Елисей идет в Ефиле По дороге мальчишки начинают насмехаться над ним Потому что он лысый У Елисей есть власть и благословить, и проклясть И мальчишки, оскорбившие Божьего пророка, пожинают плоды своей глупости Это напоминает нам, что нельзя хулить Бога и его народ Мы должны быть инструментом благословения и любви Применение Случалось ли вам наблюдать неприятные последствия Неуважения и бесчестия Как вы можете стать инструментом любви и благословения Бога для окружающих Молитва Отец Небесный, благодарю тебя за то, что через меня ты желаешь благословлять свой народ Помоги мне слушать и исполнять твое слово Чтобы все мое время и силы были посвящены твоему царству Во имя Иисуса Христа я молюсь, аминь Мир Божий, дорогие друзья У нас для вас прекрасные новости Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день Помощь в понимании Библии Видеоразборы и удобный формат для заметок Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok